Здравствуйте, ребята! Вы знаете о Балжирском мемориальном комплексе жертвам политических репрессий? Это музей. Приказ КГБ СССР номер 00486 от 15 августа 1937 года привел к началу массовых репрессий против семей изменников Родины. Прежде всего, этот документ давал право арестовывать и отправлять жен политических заключенных в концлагеря без доказательства их вины. В короткие сроки, буквально за несколько месяцев, жены всех предателей были арестованы, приговорены к 5-8 годам и отправлены в колонию. Только для них на основании приказа КГБ от 3 декабря 1937 года на базе так называемого пункта 26 был создан Акмолинское подразделение КГБ депортированных. Первый эшелон с женщинами и детьми от года до 3 лет прибыл в Акмолу 6 января 1938 года. Алжир. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Ребята, в этом лагере были Азизар Искулова, ее мать Арипа Эсингулова, Дамеш Жургенова, Рабиха Освендиарова, певица Лидия Русланова, писательница Галина Серебрякова, женщины семьи маршала Тухачевского. Жена писателя Бориса Пельника Кира Андроникова и жена Юрия Трифонова Евгения Лурье, матери Булата Акуджавы и Майи Плесецкой и другие жены государственных деятелей, политиков и общественных деятелей. Лагерь состоит из нескольких бараков, четырех башен и железных решеток. Только из Бутырской тюрьмы было доставлено 1600 женщин. Женщин в то время отправляли в Алжир из разных уголков Союза – Москвы, Ленинграда, Украины, Грузии, Армении и Средней Азии. Только небольшой лагерь был слишком мал для заключенных женщин. Поэтому, несмотря на сильные штормы и ураганы, жару и дождь, новые жильцы построили бараки и устроили тротуары. Деревянные доски вместо матрасов были покрыты травой. Тростник собирали для обогрева бараков и использовали в качестве топлива. Камыши, от которых не идет тепло, были для них основным топливом на две зимы. А вы знаете, что дежурные постоянно всю ночь кидают в печь камыши, но температура не поднимается выше 6-8 градусов. Приехавшие в лагерь потеряли свои фамилии, национальность и профессию. Все назывались одним общим именем – враги народа, предатели. Все люди были разделены номерами на спине, рукавах и коленях в специальной форме, которая становилась мишенью в случае побега. Несмотря на трагедию, заключенные в основном были молодыми красивыми женщинами с детьми и даже младенцами. За решеткой они потеряли своих близких, своих самых уважаемых граждан и были вынуждены поклоняться вождю народов. Однако они никому не поклонялись и сегодня несут священный свет чистоты, любви и верности. Первые полтора года лагеря были для заключенных самыми тяжелыми. Нужно сказать, что их жизнь была тяжелая. С необорудованными лагерями, суровыми условиями жизни в узких избах, строгим режимом изоляции спецконтингентов. Все это время Алжир был не только лагерем членов семьи изменников Родины, но и местом содержания самых опасных из них. Лишь в мае 1939 года, после завершения операции против жен изменников, ГУЛАГ издал новый приказ, согласно которому член семьи изменников Родины переводился с консолидированного строгого режима на общий. Это привело к ряду фундаментальных изменений в жизни заключенных Алжира. И самое главное, женщинам разрешалось переписываться широкими массами. Многие из них начали искать информацию о судьбе своих мужей и детей. Благодаря упорному труду женщин-заключенных 26-й точки Карлага, За очень короткий период времени Лайдер превратился в успешную многоотростливую экономику, а по объему производства он занял первое место среди всех подразделений Карлага. Женщины из поселков не только построили крупный промышленный комплекс, чтобы обеспечить себя продуктами питания и одеждой, но и обеспечили фронт специальной формой во время войны. В лагере открылась швейная фабрика, а позже мастерская по вышивке. Художники Степанова, Покровская, Исаева, Ситрина писали разные картины. Несмотря на невзгоды в лагерях, узницы на очень высоком уровне выполняли заказы Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Новосибирска и других крупных городов. Важную роль здесь играло и многоотростливое сельское хозяйство, так как, будучи одним из подразделений Карлага, он был обязан производить большое количество сельскохозяйственной продукции. Число погибших в лагерях было слишком высоким. Такие сложные ситуации тяжело переносить. Всего с 1940 по 1950 год в Карлаге умерло более 10 тысяч осужденных. Особенно в 1943 году число погибших было настолько велико, что каждый месяц умирали сотни людей. Большое количество смертей наблюдается на кладбищах, возле мест депортации и заключения в Караганде и Акмолинской области. Известные и неизвестные имена, все они заслуживают того, чтобы их помнили и уважали. История не забыла и о бывшем лагере Малиновка в Акмолинской области, лагере Акмола в нынешнем селе Акмол. Это место до сих пор является безмолвным свидетелем человеческой трагедии XX века. На бывших островах ГУЛАГа возведены мемориальные стены и обелиски, посвященные жертвам массового террора. От бывших лагерей, которые яростной бурей сталинского террора унесла мечты и надежды наших граждан, практически ничего не осталось. На этом наш урок завершен. Запомните, оберегать историко-культурное наследие – наша общая задача. Ответьте, пожалуйста, на три вопроса. Первый вопрос. Сколько человек погибло в Карладе в 1940-1950-х годах? Второй вопрос. Кто был в алжирском лагере? Третий вопрос. Где находится лагерь Алжир? Что-то cotton же увеличилось. Где находится лагерь Алжир? Когда хорр coukov Associate у строя. В Theo Entранника» phải оценивалась лагерь anymore. Был изvio Clean Arts to.